Украину и готов за нее, как говорится, и голову сложить. Ильичовску привет! Ильич, так, так хороша, дай мне ж подивиться! Раз, два, три, четыре! Парня Юрія, что до крику микрофон. Ви знаєте, мені тут дуже в повухах б'є сцена. Тому, вибачаю, це інстинктивно я підножу микрофон ближче. Що, почетився, щоб туман, дай нам усі ошаниться! Щоб туман, дай нам усі ошаниться! Сависокий, щав на душечку! Що наймілаш, і ти брат, ти чованичко! Що наймілаш, і ти брат, ти чованичко! О, голова, голова! Ви казала, учи мені, ідем разом на майдан. Я прийшов, ти мене маль! Якщо казати про ентоміологію, походження слів «хохо» і «кацах», то з глухлом все зрозуміло. А що до «кацапа», як «цап», то це… Прошу прощення у російських, но за їх городе їх называли «как у козла». Ну, говориться, із пісні слова не выбросиш! Чого так роздеш далеко? Чого, мамо, я з мерехо? Ой, берегу, розкажи мені з далеко! Чого так роздеш далеко? Чого, мамо, я з мерехо? Мамайка є, мамай, 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 мамай! Вітаю тормати! На-на-на-на-на-на-на-на… Хто сьогодні на майдані, встийте і вступай! Хто сьогодні на майдані нася Department плі히 mindset Стримай, вишечі, хай treballається, Влада вже повернується. Много я літра, в ginого я літа. І... раз, два, три, штири… Паня Виктория, а знаете, сколько еще Майдан собирается существовать? Ну тут, к сожалению, вопрос, наверное, не к нам, а все-таки к Януковичу. У нас есть конкретные требования для того, чтобы... Этот Майдан разошелся. Все зависит только от него. Добрый вечер, дорогие громады! Слава Украине! Цей Майдан пережил разные часы. Наш Майдан мав и перемоги, мав и поразки. Но знаете, что наш Майдан мает? Дуже сильную энергию. А сегодня, вообще, уникальный день. Я щойно бачу Святослава Бакарчука и от всех вас ему еще раз сказал великое дякую. Как он молодец! Как у нас много страны на таланты. И он действительно таланты еще с Великой Вовкой. Громада, сегодня веселимся, сегодня маем хороший настроек, но не забываем, что у нас очень много работы нужно делать завтра, после завтра, после завтра. Завтра збираемся в 12-й године дня. Можем захистить завтра результаты выборов. Завтра выборы в 5 округах. Это помнимаете? А родинам позвонили, сказали, что нужно голосовать. Что-то так не очень, вы говорите, да. Наверное, забыли. Завтра будем идти також захищать результаты выборов и на округах, и в выборчей комиссии. Завтра треба готуватися до поездки Януковича до Москвы, чтобы он не продал Российской Федерации. И мы готуемся до заседания парламенту. Это такий у нас політичный порядок денный. И с 12-й годины файнух будем мать зустріч, потужный митинг и дальше будем добиваться результатов. Бо мы сегодня уже много чего добились. Еще бы два тижни тому кто-то сказал, что трое высокопоставленных чиновников будут в прокуратуре фактически уже под арештом, мало бы кто-то поверил. Так само мало бы кто-то поверил, что наши хлопцы, которых засудили незаконно, что мы их каждого вытягнули из тюрьмы. И это ваша заслуга, это наша спальна заслуга. Так само мало бы кто-то поверил еще месяц тому, что весь мир будет говорить про Украину и пишеться Украину и украинцами. Украинцы, украинцы, мы с вами вместе и до победы, но большинство приедет. Там такая твіда, на жаль, в законе про выборы до Верховної Ради Украины, что по одномандатным округам голоси не могут выдаваться. Если бы были выборы в целом по партям, то тогда наши могли бы голосовать. Но я бы, знаете, что хотел? Ведь те украинцы, которые за кордоном, не за кордоном выдавали голоси, а поверталися в Украину, голосовали в Украине, жили в Украине, народжували детей в Украине и пишалися разом с нами нашими украинскими паспортами. Горного вам вечера и слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Потому что Украина уже Европа. Я не хотів перебивати пана Яценюка. Еще маем одно важливое оголошение. Андрей Шевченко, футболист. Я с Білю відношусь до цієї ситуации. Я украинець, я патріот своєї країни. Те, что происходит в Украине, для меня наиболее важливое. Чтобы это все произошло без крови, чтобы не постраждали люди. Что касается моей думки, я поддерживаю Евро-интеграцию. Вы слышали только, что Руслана читала приветствия от Андрея Шевченко, футболиста, который тоже поддерживает нас на Майдане. Все слышали то, что сказал Яценюк, что у нас есть первые, очень важные победы. Действительно, никто вчера не мог даже подумать, что великие, в лапках поважные люди из влады, которые сегодня будут фактически ледь не заарештованы. Поэтому это действительно победа. А из таких маленьких победы состоится одна большая, которую мы добиваемся. Что делать сейчас в Украине, я не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok История Трюминская область. Российники Евро-Майдану заплатовали автобус, который мог везти людей на Антимайдан. Майданинцы перекинали 15 людей, которые не захотели в Крюмняківске, но вернулись домой. Еще одна приемность, что никто из них в Сарминщине Не погодився вести Уфиев, прийшлось и угнать автобус с их жиловиста. Не хочет люди ездят на Антимайдан. Главное вопрос на сегодняшний день – это выставка Януковича и демократический шлях у нас в Украине. А это как раз и даст возможность управления Антимайданом. И еще, сегодня на Майдане работает IT-намет на Евромайдане, в котором все, кто сейчас на Майдане независимости, могут получать доступ к интернету в комфортных условиях с помощью современных планшетов с поддержкой 3G. Так что на Майдане есть интернет всегда. Приходьте на Майдан. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Какiego, ambos следует... В страну, the lastreittiestra находится и пара оIR ДВЕ, так chose, для соответствующего время. Речь и вперед 10,99 дней на Украине Х hippоп claro — в интернет-с ecosistоров, Гальная appointments polarized, Гририна продажа, Голосом, Я прошу еще волонтеров, девчатка и хлопцы, кто волонтер, подходите, чтобы людям тут, которые стоят целую ночь и отвечают за имидж Украины перед камерой на весь мир. Вы же понимаете, что сейчас Мадонна бы хотела, наверное, тут выступить. То я прошу, что вы подносите чай и канапки. Все, дякую. Хлопцы, вы нам что-то спеваете? Да, да. Вы знаете, очень приятно, потому что сегодня гасло, песни, а немного хочется и жартю. Вы знаете, про наших украинских женщин пишут твори, поемы.